Знает, поэтому, не теряя ни секунды, отправляет шайбу в зону соперника. Нет, это мало что не точно. И уже четверо вернулись. Хотел сказать пропущенный контратакой. Так быстро американцы отходят назад. Лемье. Фрер. Можно играть. Немножко поменялся, мне кажется, рисунок игры, да? Во втором периоде куда более внимательно в обороне действует и та, и другая сторона. На счет скользкий. Это Янг с неудобной руки. То ли бросал поворот, то ли набрасывал. Но нам предлагают Маккиниса в качестве виноватого, хотя потом еще и Пронгер там врезал сопернику. Ну, я не знаю, почему Маккиниса удаляют столкновение. А это, знаете, как рыцарский турнир. У кого осталось копье соперника, тот как бы и считается победить. Блокировка. Во всяком случае, так судья. Представить, что Жеремиренек кому-то даст. Сам наверняка тоже шел на столкновение. Но во всяком случае, из такого повтора, как видели мы, выводы однозначно делать нельзя. Правда, Билл Макклери был ближе к месту событий. Выбрана, выброшена шайба из зоны. Американцы в численном большинстве. Это Лич. А Лич и Хаусли. Хаусли с шайбой. Прямо Хербрукс выставляет эту пару, когда соперник играет в меньшинстве. Уэйд 39-й. Билл Гирин. Очень хорошо играющий на пятачке. Очень рискованно. Хаусли! Дэдмарш! А рискованно, как вдоль синей линии, партнеру делал передачу Лич. Перехват и выход один на один. И никто бы нападающего канадской сборной не догнал. Вообще, с точки зрения игровой, вот такие передачи запрещены. Чуть-чуть не хватило. Но сантиметров 10 может быть. Стой поближе, Эдм Дэдмарш. Он дотянулся бы до этой шайбы и вышел бы бросок. А так он просто тянулся, падал на нее практически. Естественно, бросить даже не мог. Вот с досадой он бьет клюшкой обор. Тут никто не виноват. Кто знает, она отскочит на 10 сантиметров ближе или дальше. На мгновение он потерял шайбу из виду. И поэтому она от него как бы отошла. Мадана пас на Рафальский, по-моему. Потому что он единственный праворукий защитник. А вот пошел туда лично дальнюю штампу. А не Василий в том же моменте ты не угадал. Бросок! Гол! 2-2. Рафальский поучаствовал. Но кто же стал автором шайбы? Я не думаю, что это Рафальский. Скорее всего, что кто-то из тех, кто стоял на пятачке. Леклера нам показывает. Это он. Мадана пас на Рафальский. И вот сейчас тот будет набрасывать шайбу. Там, по-моему, Пронгер забил. Нет, Пронгер сам себе забил. Шайба попадает в клюшку Пронгера. Ага, может быть, там еще Леклер ее подхватил. Но в любом случае... Рафальский становится автором. Дезориентировал, безусловно, голкипер именно Крис Пронгер. Это счастье на стороне сборной Америки сейчас было. Нолан. Вот, Нолан делает еще один пас назад. Нидермар. 17-й минутам второго периода ничья 2-2. По счету период. За среди ненам штата на Америки. Да, но не по игре. Но по игре совершенно наоборот. Но Американцы планировали, рассчитывали, хотели и готовили забить именно такую шайбу. Правда? К этому нельзя. Да. Не упустить свой шанс. Вот их сегодняшняя метода. Во всяком случае, пока. Американец отправляется на скамейку штрафников. Ну, конечно. Зачем? Спрашиваете. Защитник подбирал шайбу. Защитник уже подбирал шайбу, конечно. Можно было спокойно пропустить соперника. Джерри Мироник. Две минуты за подножку. Для Джерри Мироника вопрос, зачем, по-моему, не существует в принципе. Знаете, как говорил один герой, известный. Я дерусь просто потому, что дерусь, да? Вот так вот. Он очень естественно вписывается в любую конфликтную ситуацию на площадке. Оставаясь, тем не менее, великолепного класса игроков. Спортивная злость это то, что очень ценится. Правда? Особенно в хоккее. Полторы минуты еще у Канады будет численное преимущество. Но пока они не могут войти в зону соперника и закрепиться там с шайбой Нолан. Ну, вот теперь можно не спешить. И назад на защитников. Бросок к воротам. Это Эл Макинни бросал. Роб Блейк, простите. Промахивается Марио Лемге. Так шумит публика почтения. Кажется, будто канадцы вратаря уже сняли и ворот пушкили. И весь вопрос, попадет, не попадет. Это и понятно. Самая престижная медаль олимпийская, золотая. Это в хоккейном турнире. С моей точки зрения, я не знаю, может быть, кто-то думает по-другому. Есть, конечно, дисциплины, в которых медаль стоит очень дорого. И она, золотая медаль, очень-очень почетна. Я к таким бы отнес 50 километров у мужчин. 30 километров у женщин. Истафеты. Но хоккейный турнир все-таки, наверное, чуть повыше. Хотя бы потому, что собирает огромную аудиторию зрителей. 2-2. 2-2. И при том игру, вот по ее драматургии, по тактике команд, в принципе, наверное, можно было и просчитать заранее. Каждый пока играет так, как он и собирался добиваться успеха. Канадцы, надо сказать, упустили во втором периоде целый ряд хороших возможностей. И 3-2. Вот она шайба. 3-2. Хоккей, какой же у него кистевой, а? И кистевой бросок, да, замечательный кистевой бросок. Грецкий аплодирует стоя. Это Сакик. Сакик, да. Все-таки правильный Сакик. 3-2. Канадцы выходят вперед. Я думаю, что это справедливо. Сколько же игроков перед воротами? Как же тяжело играть вратарям в такой обстановке. Если не в чужой, то свой забросит. Так, как это было со второй шайбы в ворота канадской сборной. Еще один бросок. И полторы минуты до окончания второго периода. Между прочим, и американцы, и канадцы забили имея лишнего игрока. Майкл Пека бросал к воротам. Ну, вот этот бросок Сакика. Да, рикошет, Юра, ты знаешь, рикошет. Может быть, и свой подставил клюшку, потому что пытался. Но это не суть. Все одно очень опасная кистевая. Лишь стоял перед воротами, но ему шайба попала в ногу. Квита, короче, да? Да. Здесь Пронгер там. Хотя не исключаю я, что может шайбу найти и клюшку своего. Это все нормально. Здесь на случайность расчет очень серьезный. Нам показывают тренеров и той, и другой команды. Опытнейшие, да, умудреные. Все повидавшие в хоккей. Вообще, должен признаться, что с повторами не очень. Не с качеством, с качеством все в порядке. И крупные планы, да, и все что угодно. Но вот обилие ракурсов мы не наблюдаем, правда? И потому что до сих пор идет спор. Забили наши там ту шайбу, третью или нет? Я скажу, что в начале турнира эти повторы были. Их было очень много. В том числе, зрители, прошу обратить внимание на то, что в воротах камеры стоят. Можно показывать и с той точки. Сзади. Как шайба непосредственно попадает в ворота. И мне даже удивительно, почему вот сейчас-то нет таких повторов. Случайно или нет, но шайбы, которые позволяют выйти вперед, канадцы забивали на предпоследней минуте периода. Что первого, что второго. Тоже где-то рядом. Но Мадана все делает, элегант, даже палит. Поднята рука арбитра вверх. Игра высоко поднятой клюшкой. Техническое нарушение. В прошлом сезоне приз консмайта отдали Патрику Руа. Я очень люблю Патрику Руа. Я считаю его, безусловно, сильнейшим из ныне играющих в национальной хоккейной лиге вратарей. Но у меня тогда это вызвало чувство противоречия, потому что до сих пор считаю, что кубок для Колорадо первый в голову выиграл Джо Сахи. Но это ладно. Про кубок еще наговоримся. 14 секунд до окончания третьего периода. 3-2 Канада выигрывает. И я думаю, что он так и закончится второй период. Бери. И опять сирена застает шайбу в ворот Майка Рихтера. Обменялись голами команды. Голы были похожи. Оба были забиты в численном преимуществе. Сначала одной, потом другой командой. И оба раза помогли рикошеты. У канадцев ошибся Крис Пронгер. Ну а у американцев Брайан Лич. Впрочем, Брайан Лич ошибается нечасто. Третий период матча между сборными Канады и Соединенных Штатов Америки. Минимальный перевес родоначальников хоккея в счете. Минимальный, но все-таки ощутимый, видимый перевес родоначальников хоккея в игре. Во втором периоде команда обменялись голами. Авторы их теперь уже узаконены. Борис Асанж, мы с вами оказались правы. Вот. И вы, значит, Рафальский, я насчет Сакика. Именно их фамилии будут вписаны в протокол матча в качестве авторов забитых шайб. Он пас назад. Американцам надо из своей зоны начинать. Не очень точно играет Миллер. Хорошо, что шайба снова у него оказалась на клюшке. И вот сейчас передача партнеров в среднюю зону. Второе звено Йорк 61-й, 97-й Ренек, 48-й Скотт Янг. Наверное, по сумме номеров это звено абсолютный рекордсмен Олимпиады. Но вот уже Билл Гирин появляется, а шайба покидает пределы площадки. И я смотрю на действия и той, и другой команды в начале третьего периода, который, безусловно, будет решающим. И обращаю внимание телезрителей на простоту действий той, и другой команды. На элементарно простые действия. Дальше, кажется, уже никуда нельзя. Никакой абсолютно выдумки. Хотя прошло чуть больше одной минуты. Но, тем не менее, вот такой вывод приходится делать. И все это связано с тем, что не будут рисковать ни те, ни другие. То есть американцы все равно будут ждать своего шанса, а канадцы стараться играть по счету. Но ведь у них получается, у них идет игра. По своей зоне Адам Дедмаш притингует. Роб Блэйк, это его точка. У него шикарный бросок отсюда при входе в зону. Притом он на шайбу не смотрит. Он все чувствует великолепно. И в дальний угол он бьет, как правило, шайба. Нет, нет, будет свисток. От судьи шайба снова попала в зону. И в этом случае всегда раздается свисток. Если бы от судьи она так и осталась в средней зоне, то игра продолжилась бы. Но в последний момент Майк Рихтер отбил шайбу коньком. Он блистательно играет сегодня. Вратари хорошо играют и тот, и другой. Челлиус и Сутер в обороне. Челлиус. Между прочим, они не один сезон играли вместе. Правда, не в Детройте, а в Чикаго. Именно в таком сочетании парой. И даже, по-моему, в начале 90-х годов еще эта пара была. Может быть, не в самом начале, но игра. Это нормальное явление, когда тренер возвращается с сочетанием, которые уже были. Иначе и быть не может. На подготовку к этому турниру ни одной из команд ведущей шестерки не было времени. Один день всего. Поэтому, конечно же, тренер не мог проверить какие-либо связки, а воспользовался тем, что у него уже было в памяти. Кто с кем играл. Может быть, воспользовался связками игроков из одного клуба. Хотя таких немного. Иначе просто по-другому сделать команду невозможно. И все равно Лемья настолько уверен в себе, что даже, может быть, не будучи самым быстрым, смело идет в обыгрыш один против двоих. Вновь входит в зону хоккеиста канадской сборной. Лемья оставляет шайбу Полу Корея. Пас на пятачок. А Айзерман поехал уже уводить за ворота своего опекуна. Защитник должен был атаку поддержать. Но кто же пойдет? Ведь Канада играет по счету, выигрывая с перевесом в одну шайбу. Рекляр. Но при всем положении в негре. Он просто злой. Нолан оказался быстрейшей шайбой в зоне. Очень мощный. Очень сильный физически. Он не считается бойцом национальной хоккейной лиги. Но я в 97-м году видел, там была драка с Чеховым. Он управлялся очень лихо. С одним, потом со вторым. Пути. Нолан ведущий игрок Сан-Хосе. Игрок первого звена. Игрок, проводящий на поле очень много времени. И из-за этого такой прекрасный хоккеист, как Тема Селяния, получает времени игрового гораздо меньше. И может быть отсюда слабая результативность Селяния в этом сезоне. Может быть отсюда недовольство его игрой со стороны руководителей клуба. Ну, естественно, тренеров тоже. Но я знаю достаточно хорошо Тема. И доволен даже, что он здесь сыграл замечательно. Неудобно, а? Мне кажется, хват не тот. Будь праворукий, да? Ганье забил бы обязательно, без вопроса. Острее атакуют канадцам. Гораздо острее. Прессингуют три хоккеиста. Не каждый раз, конечно, сейчас мена проходит. Но отобрать уважаемое внимание. Когда шайба в зоне сборной Соединенных Штатов, как там канадцы активно себя ведут? Сколько уже перехватов? Три или четыре? Только в третьем периоде, за пять на минуту. Леори. Юра, ну, а вообще канадцы более голодные, чем американцы на Олимпийское золото. Потому что американцы последний раз были обладателями золотых медалей. Мы все это помним в Лейк-Песиде в 80-м году. Это раз. Канада в 48-м, по-моему. 50 с лишним лет тому назад. После американцев в 80-м, потом дважды выиграла команда Советского Союза Олимпийские игры, да, в Сараево и Калгари. Да. Сборная СНГ в 92-м году в Альбервилле победила. И потом шведы пошли. 94-й Швеция, да, 98-й Чехия. И плюс к тому, американцы выиграли и Кубок мира последний. Да, в 96-м году. Они не выигрывали, как бы вот тоже на уровне величайших хоккейных форумов, ничего. Чемпионат мира они выиграли в 97-м году в Финляндии и все. Они чемпионат мира выиграли в 94-м году. Я не помню, где он проводился. В Италии, по-моему. И в 97-м году в Хельсинки, в Финляндии. Это после длительного перерыва. После 61-го года они впервые через 30 с лишним лет стали чемпионами мира. Ну, а что касается Олимпийских игр, то вот полвека, больше даже чуть-чуть. И все-таки есть, телезрители наши, наверное, уже знают не по личным опытам наших рассказов, что есть разница и в восприятии хоккея, в значимости хоккея для общественности страны. В Америке и в Канаде это все совершенно по-разному. А в Америке даже в телетрансляциях хоккей показывается, может быть, два периода по кабельному в записи. Команда города, где этот канал есть. В Канаде, вот это знаменитый Хоккей Найт оф Кеннадо, да, 4 матча, один переходящий в другой всю субботнюю ночь. И все стоят на ушах, все смотрят, не отрываясь. То есть, наверное, наверное, все-таки, но сейчас-то Америка в этом плане тоже потихонечку начинает Канаду догонять. Канадцы обороняются, и небольшая паника у них в зоне. Пытаются выбросить шайбу из зоны, им это сделать не удается. Живановские. Сакик. Ну вот, хладнокровный Сакик в самой хладнокровной команде тоже не смог вывести шайбу из зоны. Надо разрядить обстановку вот только сейчас. На проброс не решился, Сакик, а передачу было делать-то и некому. Брэд Халл. И на смену. Седьмая минута третьего периода Живановский. Как Йорк борется, а он меньше раза в два. Сейчас Живановский напрашивается на удаление, да? Крюшечка-то он держал американского форварда. Вот третий период. Ну, медленно очень действовал Живановский, и поэтому соперник ему успел навязать борьбу за воротами. Хорошо. Здорово. Ах, как хорошо. Ну ладно. Прострельная передача. Нет, ворота сбиты. Это Смит смело так пошел на ворота соперника. Это в характере канадцев. Они ни перед чем не остановятся для того, чтобы поразить ворота соперника. У них это уже в крови. Вот какая была прострельная передача. Ну, Смит сбивает ворота не без помощи Челлиуса. Челлиус Смитом сбивает ворота. Ну, а подталкивал он в спину игрока канадской сборной. Теперь поколение мощное, а хоккеисты теперь уже так. До 90-е завеста не считается, да? Таков подбор игроков в Национальной хоккейной лиге. Маленьким там просто делать нечего. У них габаритов не хватает. Пусть он для себя и сильный, маленький игрок, но его давят габаритами, давят весом. Поэтому и не приживаются маленькие игроки в Национальной хоккейной лиге за редким исключением. Такие как Флери, допустим. И Самсонов можно назвать. Самсонов, да. Они приблизительно одних габаритов, Самсонов и Флери. Но Флери это характер, мощный мужской характер, который сметает буквально все на своем пути. Смена составов. Ренек и партнеры садятся на скамеечку запасных. Очередная перестановка. Мы видим, что Ренек сейчас проводил смену. А после него вышли Догвейт вместе с Дедмаршем и Гирином. И вот новое сочетание. Ну какое оно новое. Просто давно на льду не были три смены. И выходит Мадана, выходит Леклер. Кстати, отметим, что Леклер-то сегодня не слишком заметен, да? Да, не так, как обычно. Совершенно верно. Потому что игра Леклера, когда команда владеет преимуществом. Когда она играет в зоне. Вот там мы на пятачке и у бортов он покажет свое «я». А здесь, когда вынуждена команда играть в основном в откат, караулить свой шанс. Леклер, конечно, менее опасен, чем проворный Татижамонти или Мадан. Не хватает быстроты Лемье. И вот сейчас не могу сказать, что он загубил атаку своих партнеров. Нет ничего подобного. Но долго-долго он возился с шайбы. Видите, думает, решает, какое принять решение. И в результате положение вне игры. Там еще комичная ситуация. Откуда ни возьмись, там клюшка под ноги. Причем сзади полукорей попала. И он споткнулся на ней немножко. Друри. А Монти. Хозяева поля не могут выйти на ударную позицию непосредственно перед воротами. Им приходится очень много играть за воротами и в углах площадки. Но оттуда, как известно, не забьешь. Пока более сухой, что ли, третий период. Скупой и на голевые моменты. И скорости стали, наверное, поменьше. Но это все совершенно понятно. Ну, а канадцы отступили к себе в зону. И быстрее фута-то оказался, а игрок американской команды. Йорк борется. Ренек. Не поняли друг друга. Очень просто играют. И оставлял шаги. Канадцы. Бросок к воротам мимо. Это Нидермайер подключался к атаке. Кстати, у Канады хороший подбор защитников. Маккини, Спронгер. Нидермайер фут. Блейк Дживановский. И Бруер еще. Я не знаю точно, Бруер или Бревел. Ты мне сказал перед игрой, что это родственник того Бревера, который играл против нашей сборной на чемпионате мира 67-го года в Вене. Как самоотверженно. Один бросается под удар, а второй в падение выбивает шайбу за пределы зоны. Ну, я думаю, не имея однозначных пристрастий перед матчами, мы должны счесть это интересно. Правда, Борис Александрович? Потому что сейчас американцы получили возможность атаковать. Канадцы отошли назад, играют по счету, играют аккуратно. С каждой минутой все больше и больше. Вот. Ну, а американцам и делать-то нечего. И вот сейчас мы посмотрим, как они в условиях насыщенной и слаженной обороны попытаются сначала счет сравнять, а потом выроют побегу. Ну, я как раз и говорил о том, что они пока по-настоящему на ударную позицию выйти не могут. Вот. Ну, вот сейчас, правда, был достаточно опасный момент, но у... Ну, вот. Если что, то, то... Продолжение следует...